Подобные площадки должны включать в себя не только кафе и заправки, но и небольшие гостиницы со станциями технического обслуживания автомобилей. Идея концепции – получить максимальное количество услуг в одном месте. Качество курорта сегодня растет, безусловно, но дороги к ним должны тоже по качеству и уровню придорожного сервиса тоже расти. Вроде как обочины почистили, эти рыночки облагородили. Коллеги, это опять-таки, накрасили губы, как я говорю, подштукатурили что-то. Нужно сегодня конструктивно менять, как мы меняем конструктивно облик в целом нашего побережья, наших курортов. Так, конечно, и того придорожного сервиса, который сегодня у нас есть. Эти заправки, кафе, в целом объекты придорожного сервиса. Это кто, на что гораст, у кого, на сколько есть возможностей, там он их и лепит. Не размещает, а лепит, коллеги. Необходимо разработать и утвердить схему объектов придорожного сервиса. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, схема в целом, она зависит в первую очередь от глав муниципальных образований, потому что тех муниципальных образований, через которые проходят федеральные трассы, ведущие к морю. Мы, администрация края, Росавтодор и ГК Автодор, разрабатываем эту схему, утверждаем, эта схема станет путеводителем, в первую очередь, для нашего краевого департамента архитектуры, департаментом торговли, для наших муниципалитетов в части приведения генпланов и правил землепользования и застройки в соответствии с этой схемой. Вдоль федеральных трасс предусмотрено 28 мест размещения многофункциональных комплексов для придорожного сервиса. На данный момент из них работают 8.